МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости общественного телевидения Наукограда. Студент Антонина Лемкова. И Евгения Андреев, здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. Отключение горяченькой стартует проверка теплосетей на прочность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актуальные поздравления. БИСК честует ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла. Шаг отточен. Кадеты к параду готовы. С этого и начнем выпуск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА БИСК готов к празднованию 69-й годовщины Победы. Откроем небольшое секрет от торжества. Сегодня наша съемочная группа наблюдала за генеральной репетицией главного шествия. Митинг и парад состоятся завтра у мемориала памяти воинам-бейчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Начало в 10 часов. Возглавит колонну знаменная группа кадетской школы. Более 300 кадетов под звуки муниципального духового оркестра. Оркестра кадетов и войсковой части 3484 пройдут в 10 часов утра по намеченному маршруту. Оточенный шаг и четко обозначены места остановки. Отработанным должно быть все. На генеральной репетиции кадеты исполнили знакомые и любимые песни «Катюша», «День Победы». Самым зрелищным будет прохождение колонн перед трибунами, из которых будут смотреть на юных кадетов ветераны Великой Отечественной. Праздничные мероприятия пройдут завтра во всех уголках города. Главное действие развернется у мемориала воинам-бейчанам. Грандиозное шествие двинется к мемориалу славы по улице Советской от Драматического театра и от здания филологического факультета Агао. Отсюда пойдут ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации Думы города, УВД, налоговые инспекции, судов, прокуратуры и пенсионного фонда, участники локальных конфликтов, сотрудники военного комиссариата, офицеры запаса и бийское благочиние. Особенным событием станет движение бессмертного полка. Как всегда, замкнет шествие колонна населения Бийска. И в связи с праздничными мероприятиями в городе будет ограничено движение транспорта. В 8 часов утра перекроют улицу Советскую от переулка Коммунарского до проспекта Кирова. Движение будет ограничено до окончания торжественного мероприятия. Переулок Гилёва в это же время будет перекрыт от улицы Советской до улицы Льва Толстого. Вечером с 17 до 23 часов будет перекрыто движение по переулку Училищному в границах бульвара Петра Первого. Здесь на бульваре в 18 часов начнется праздничный концерт «Майские звезды», который закончится фейерверком, намеченным на 22 часа 30 минут. В 12 часов городской дворец культуры приглашает на концерт детских коллективов «Не отнимайте солнце у детей». Здесь же с 17 часов выступит духовой оркестр. Состоится праздничный концерт «Живи и помни». Акция «Георгиевская ленточка» продолжается. И сегодня памятные символы победы получили ветераны локальных войн и конфликтов. Знак в честь победы Великой Отечественной войны, то, что нам ветераны дали возможность находиться и жить в мирное время, заниматься любимым делом, любимой работой, воспитывать детей. У нас 3,5 тысячи ветеранов, участников боевых действий. И эти ленточки до 9 мая будут иметь все ветераны боевых действий, и все ветераны боевых действий примут участие на параде 9 мая в городе Лиске. Городской ЗАГС сегодня честовал ветеранов Великой Отечественной войны, а также тружеников тылом. На торжественную встречу пришли целыми семьями, многие с внуками и даже правнуками. Они воевали на войне, на Отечественной войне, и они еще живы. Я очень горжусь своими прадедушками, прабабушками. Главными виновниками торжества стали семьи Юрия и Фаины Шарковых, Николая и Елизаветы Полковниковых, Михаила и Марии Звягиных, а также ветераны Александр Гладков, Митрофан Большаков и Валентина Николенко. Для участников войны тружеников тыла организовали небольшую концертную программу. Воспитанники творческих коллективов Бейска исполняли музыкальные произведения, читали стихи и даже танцевали. В конце мероприятия ветеранам вручили цветы и символические подарки. Ну дайте мне слово, что в день юбилея на следующий год мы встретимся с вами в этом же зале. Нет возражений? Нет. Я считаю, что вы люди военные. Вы дали слово, вы выполнили. Мы пострадаемся. Я очень счастлива. Спасибо вам за то, что вы дали такое согласие. И мы вас непременно будем ждать в гости. Я хочу каждому преподнести цветок. Спасибо. С праздником вас. В социальных сетях накануне Дня Победы появился интересный ролик, созданный бейчанами. Он уже набрал приличное количество лайков. Продавцы магазина исполнили всеми любимую смуглянку. Предлагаем мы вам послушать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И к другим темам. В понедельник, 12 мая в Наукограде отключат горячую воду. Начнется весенняя проверка тепловых сетей на прочность. Неудобства бейчанам придется потерпеть всего две недели. В этом году помимо традиционных гидравлических испытаний будут и тепловые. Они проводятся раз в пять лет. Энергетики определят потери, оценят состояние магистральных тепловых сетей. На первом этапе проведем тепловые испытания. И с 13-го числа приступим к сборке схемы под гидравлику. И там уже все четыре магистрали, имеющиеся у нас в эксплуатации, будут испытаны давлением. После чего произведем ремонт, естественно, техническое обслуживание. И сразу будем готовить сборку схемы для подачи горячей воды на летний период потребления. Перед энергетиками стоит непростая задача. За короткое время они должны подготовить тепловые сети города к новому отопительному сезону. В период проведения испытаний проверяется надежность работы теплотрасс. Выявляются места вероятного возникновения порывов. По мере обнаружения неисправностей сотрудники предприятия «Бискоэнерго» теплотранзит будут заниматься их устранением. Планируется, что уже 23-го мая в дома Бичиан вернется горячая вода. Продолжаем выпуск. Свои соревнования они посвятили 69-й годовщине победы. Сегодня в бассейне «Дельфин» спортсмены преодолевали различные дистанции и боролись за лидерство. Наши соревнования являются традиционными. Мы проводим их уже девятый раз. Победители выявляются по лучшему временному показателю и будут награждаться медалями и грамотами. На плотных дорожках воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Дельфин». Ребята соревновались на двух дистанциях. Это 50 метров, вольный стиль и комплексная стометровка. На старт вышли как новички, так и пловцы со стажем. Только вот те, кто имеет богатый опыт выступлений, плыл самую длинную дистанцию. Скорости тоже были разные. В итоге все победители и призеры получили заслуженные награды. Женя, ты знаешь, какой вид спорта называют шахматами на бегу? Конечно, знаю. Это спортивное ориентирование. Я даже догадываюсь, почему его так назвали. Участники с момента старта и до самого финиша анализируют свои действия и предугадывают действия соперников. Все верно. Добавлю, что это очень увлекательный и интересный спорт. Состязания прошли в Дендропарке для сход с техникума. Они посвящали 69-й годовщине победы. Слово Ирине Дубицкой. Умение читать карту, логически мыслить и быстро бегать – это главные способности, которыми должен владеть любитель спортивного ориентирования. История соревнований берет отсчет с конца 19 века. Этот спорт зародился в скандинавских странах и постепенно бег с компасом и картой завладел всем миром. БИИСК не стал исключением. Правила достаточно просты. Значит, на местности стоят вот такие, видите, 20 контрольных пунктов. Видите, вот они оранжевые такие, да? Да. Значит, они имеют разную цену. Вам дается всем 40 минут контрольного времени. Вам надо за 40 минут набрать максимальное количество баллов. Каждый контрольный пункт оценен определенным баллом – от одного до трех. Команда, обнаружившая наибольшее число пунктов, победитель. При этом важно не выйти за границы полигона и рамки отведенного времени. За победу боролись 20 команд из школ города, Смоленского дома творчества, Академии образования, колледжи промышленных технологий и бизнеса и Центра Алтай. На старт вышли как маленькие ориентировщики, так и спортсмены со стажем. На сегодняшнем соревновании я привез свою команду бегать и волонтеров, которые стоят в отцеплении, в дистанции, чтобы смотрели. Никто никуда не убежал. Трассу я тоже прошел. Трасса не из легких, могу сказать. Что сложная такая. Наибольшее количество баллов набрали учащиеся колледжи промышленных технологий и бизнеса. Они лидеры. Также в числе сильнейших две команды из девятой школы и из школы номер четыре. Судьи соревнований отдельно отметили маленьких ориентировщиков. Третьеклассник Никита Гаврилов и ученицы четвертого класса Виктория Степанкова и Анастасия Чупина нашли большую часть контрольных пунктов. И за это получили благодарственные письма. Ирина Дубицкая, новости ОТН. Сейчас у нас звонок из Алтайского. С нами на связи Людмила Андреева. Людмила, добрый вечер. Здравствуйте. Как завтра собираетесь отмечать праздник? Ну, обед праздничный. Вспомним, конечно, всех своих родителей, как им тяжело было. Всех дедов своих. У меня очень много воевали. И еды, дедушек двое. И дядей очень много было тоже на войне. А расскажите о ком-нибудь подробнее. Ну, вот, допустим, отец мой папа, Вальков Алексей Тихонович, он с 24-го года. На войну его призвали в 43-м году. Я хорошо помню, что вот он вспоминал всегда про Западную Украину, где они освобождали от бендеров. В 43-м он признался, его на войну отправили. Я вот точно не знаю, где он именно воевал. Ну, вот, слышала я рассказы про Болгарию и вот про Западную Украину в Карпатах, как они освобождали от бендеров. И он пришел с войны. В общем, еще после войны он там на Западной Украине служил. В 49-м году он пришел с войны. Мы от всей души поздравляем вас с праздником. Спасибо вам за приятную беседу. Спасибо. И вас тоже. До свидания. До свидания. Если у вас тоже есть новости и вы хотите поделиться ими со зрителями общественного телевидения Наукограда, звоните нам в редакцию. Телефон 3308-95. Мы очень рады каждому. Это был четверг в материалах корреспондентов общественного телевидения Наукограда. Впереди по традиции погода от народа. А мы с вами прощаемся. Не забывайте, ждем вас ежедневно в нашей студии. Смотрите нас также на специальном канале в Ютубе. Всего вам доброго и до встречи завтра.